Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Давно я не рассказывал про акции, ну, потому что немножечко отвлекся, во-первых. Во-вторых, мне нужны были срочно деньги, я их выводил с брокерского счета, но впереди еще предстоят траты, так что я еще буду выводить, но тем не менее. Я рассказывал недавно о облигациях РУС-28 и так сильно их нахвалил, что, в общем-то, угораздило меня купить две облигации. И, в общем-то, сейчас увидите, что из этого вышло на самом деле. Ну, и, собственно говоря, я распродал большую часть портфеля, и вот сейчас уже, так сказать, смотрю на осколки того, что осталось. Давайте посмотрим вместе. Так, ну, вот вы видите, что вот здесь вот Россия-28, та самая, которую я купил, которую я так сильно расхваливал. Ссылку на это видео, где я расхваливал Россию-28, вы сейчас видите. Там лучшие ОФЗ могут быть только валютные ОФЗ назывались. Посмотрите, что произошло. Ну, то есть, в принципе, я когда рассказывал, я говорил, что эти облигации должны постепенно, потихонечку снижаться. Но это не значит, что они прямо вот немедленно должны снижаться. Посмотрите, что произошло после того, как я их купил. Вот, я их купил, желтая линия, видите? Я купил две, как я и говорил, что одну облигацию я купил за свои деньги, вторую в кредит под залог ее же. Вот, и, соответственно, посмотрите, желтая линия. Ну, они вот где-то здесь колебались. Я, в принципе, поставил заявку на покупку где-то, я уже не помню где. Да недавно, где-то вот здесь. Ну, они как бы там снижались. И сейчас ситуация в экономике, видать, не очень хорошая. Или я не знаю, что, короче говоря, люди обратили внимание. Или благодаря моему видео. Но я не склонен переоценивать этого. Вот, ну, люди начали покупать. И, значит, вот она вышла из коридора и пошла вверх. И она ушла вверх. Ну, вот здесь кажется, что это рост такой большой. На самом деле, я прикинул, это около 1%. Около 1% в валюте. Вот за этот срок, сколько тут прошло? Ну, не так много, я думаю, сколько тут дня. Вот, раз, два, три. Ну, вы увидите. Когда я это видео снял, я на следующий день, в общем-то, и купил их. Вот. То есть за несколько дней 1% в валюте. Они выросли. Кроме того, я хочу напомнить, что облигации дают какую-то сказочную доходность. Там 12,75 годовых в валюте, в долларах. Вот. Соответственно, мне каждый день капает накопленный купонный доход. Он увеличивается. То есть, и теперь смотрите, какая ситуация у меня в портфеле. Вот у меня в портфеле такая ситуация сейчас. Ну, в долларах я погасил немножечко кредит, поэтому минус 325 долларов. То есть это у меня остаток долга, то есть в долларах. Под 3,75% годовых я взял вот кредит в долларах и, значит, купил облигации РУС-28, вы видите. Сейчас ликвидационная цена этого 217 463 рубля. Вот. То есть у меня 81% активов сейчас именно вот в этих облигациях двух. Ну, потому что мне нужны деньги были, мне нужны деньги в валюте, и я их просто сохраняю. Вот. Дальше, ну, мне нужны деньги в евро. Вот у меня 1000 евро куплено. Вот. И надо сказать, что эти евро, по-моему, упали с тех пор, как я их купил. Вот. Рубли у меня тоже немножечко с плечом я зашел куда-то. Вот. Соответственно, смотрите, Россия 28. Распадская. По распадской я давно держу ее. Посмотрите. Ну, я держу ее еще, когда я купил ее где-то вот, вот по этой цене я ее где-то купил. Давным-давно она выросла. Ну, сейчас вот она немножечко падает. Я все жду, пока она вырастет, когда будут объявлены дивиденды. Ну, по крайней мере, там ситуация очень хорошая. Не должна она сильно падать. Сейчас объявлен buyback по цене. Сейчас я вам покажу, по какой цене объявлен buyback. Так, сейчас секундочку. Вот примерно здесь объявлен buyback. То есть они должны до этой цены, ну, как-то подрасти и даже выше, я надеюсь. Вот. Потому что я думаю, что это не последний buyback. Buyback объявлен до, значит, заявки принимаются до 16 июля, насколько я помню. Вот. Или до 10 июля. А потом, значит, соответственно, до 16 июля будет все, этот buyback завершен. То есть я жду роста, ну, по крайней мере, до 141 с Распадской. Это на втором месте у меня. Сургут нефтегаз префы. Сургутом интересная ситуация сейчас. Ну, он долго-долго-долго стоял на месте. И все уже заждались его. Вот, он падал даже. Ну, тут вдруг резко начал вырастать. Там, насколько я помню, какое-то событие корпоративное произошло. Это дневной график. Давайте посмотрим на недельный график. Вот. Ну, не так, чтобы он и падал. Понимаете? В принципе, хорошая акция. Она у меня достаточно давно куплена. Где-то вот здесь. Вот. Поэтому я ее не продал. Когда распродавал. Система. Аналогичная ситуация с системой. Я ее не продавал. Не продавал. И она все никак не вырастет. Хотя обещают, что вот будут дивиденды, будут вообще. Система такие акции. Но она пока не начинает расти. И еще не оправилась после этих ударов, которые были нанесены Евтушенкову. Вот здесь вот против него было уголовное дело. Значит, там Сечин. Помните, да? Здесь вот они согласились, по-моему, погасить это дело. Всех успокаивали. Но пока где-то близко к минимумам. Вот. Но, смотрите, потенциал роста с 8 до, скажем, до 14 вполне себе она может вырасти. Но это будет, скорее всего, достаточно небыстро. Потому что пришлось им расстаться со своими активами, с частью. Ну, просто держу и все. Вот. Дивиденды там обещают хорошие. Ну, и Мосбиржа. Мосбиржа недавно была цена отсечки. Поэтому, соответственно, поэтому вот так. Вот. Но я смотрю, у меня и так и рубли, значит, в кредите. Я думаю, что даже, может быть, стоит что-то продать. Что продать? Ну, может быть, Сургут, нефтегаз. Ну, здесь достаточно трудно продать. Почему? Потому что, посмотрите. Сургут, нефтегаз. При Эфе. Давайте посмотрим. Может быть, мы его и продадим прямо сейчас. Так. Вот если я его продам вот здесь. Так, давайте посмотрим, какая у меня позиция. Лот 100. Сургут, нефтегаз, При Эфе. Сейчас посмотрим, значит, какая у меня позиция. При Эфе. 300. Ну, я могу немножечко их продать, конечно же, да. Потому что они подросли. Так, сейчас я посмотрю вот здесь. Давайте включим получасовой график. Что у нас сейчас? Ну, не очень хорошо, конечно. Так. Да, я думаю, что вот здесь вот мы... Он растет сейчас. Новая заявка. Продажа. 200. Вот я думаю, где продать. И смотрите, где я решил продать. Вот перед 116. Видите, здесь 116 объем заявок. Или даже 285. Вот так. 285. Опля. Вот так я выставил заявочку. Почему я выставил ее здесь? Потому что здесь вот, ну, 409 было только что. Это уровень сопротивления, скорее всего. Ну, это для того, чтобы только немножечко уменьшить свой долг. Да, собственно говоря, он достаточно большой. Потому что даже если я все акции продам, то, в общем, долг не сильно уменьшится. Вот такие пироги. Ну, скоро у меня будет поступление денег. Скорее всего, я пополню счет, и у меня долг погасится. Вот. Ну, а о том, как разбираться в этих графиках, как ставить, как принимать решения. В общем, сказать, я рассказываю на своем курсе бирса для чайника. Как вы понимаете, к нему надо подключаться и начинать инвестировать вместе. Потому что, ну, вот смотрите, еще раз. Вот же они где у меня. Ой, Яндекс хороший. Я, так сказать, как бы акции давно забыл. Так. Россия 28. Смотрите, как скакнуло хорошо. Вот они. Россия 28. Ну, оно того стоит. В долларах. 1% за 2 недели. Где вы такое видели? Вот. Поэтому осваивайте, пожалуйста, финансовую грамотность. Оставайтесь на моем канале. И до встречи, друзья. Я буду вам рассказывать еще об инвестициях, об акциях, куда инвестировать, как инвестировать, зачем инвестировать и какие самые-самые выгодные инструменты для инвестирования. Ну, и кроме того, конечно же, если вам еще нечего инвестировать, я веду сейчас, прямо сейчас, курс, как начать зарабатывать, если нет денег, и для того, чтобы они были, для того, чтобы их инвестировать. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Деменков Юрий.